Добрый вечер! В эфире программа «От первого лица» в нашей студии мэр города Череповца Юрий Кузин. Юрий Александрович, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый вечер! В мае время готовится к зиме. Уже начались гидравлические испытания, предваряющие начало нового отопительного сезона. Ну а подробнее об этом в репортаже наших журналистов. Готовься они летом, а телегу зимой. Эта народная мудрость достаточно точно описывает традиционные весенне-летние отключения горячей воды в Череповце. В конце мая в городе начинаются гидравлические испытания. Я считаю, что это один из основных элементов работы теплоснабжающей организации до начала отопительного сезона. То есть коллеги смотрят все участки магистральных сетей, внутриквартальные, для того, чтобы определиться со слабыми местами, выявить так называемые слабые звенья, аварийные участки и в течение летнего периода перевести их в порядок. Чтобы зимой при запуске тепла мы с вами не знали никаких проблем и периодичность отопительного сезона у нас была без каких-либо разрывов установлены на сроке закона. В рамках летних плановых отключений горячего водоснабжения в Череповце с 27 мая по 10 июня без горячей воды останутся жители индустриального района. С 17 июня по 1 июля будут отключены дома в Заречье, с 8 по 22 июля в Зашекснинском районе. На две недели с 29 июля по 12 августа отключение горячего водоснабжения произойдет в северном микрорайоне и поселке Новые Углы. Вроде бы и схемы проведения гидравлических испытаний отработаны, все мероприятия плановые, однако проблем хватает. Чтобы безболезненно войти в отопительный сезон необходимо, чтобы были выполнены три условия. Первое – это наша с вами, собственников многоквартирного дома, платежная дисциплина, своевременная оплата. Второе – это дисциплина в управляющих компаниях с расчетами с ресурсоснабжающих организаций. А вообще бы в идеальном варианте исключить их из этого звена, чтобы все расчеты населения перед ресурсоснабжающими организациями носили прямой характер. Мы говорим это либо прямые расчеты, либо непосредственные формы. Ну и третье составляющее – это, конечно, все ресурсники, не только теплоэнергетики, но и наш мотоканал, электрики наши. В течение всего этого периода должны добросовестно отработать и привести свои установки генераторные для подачи энергоресурсов к зимнему периоду в соответствующий вид. Насколько я понимаю, что тема минувшего отопительного сезона пока тоже не закрыта. Каков долг управляющих компаний, ТСЖ, собственников перед ресурсными организациями? И как эти долги могут сказаться на новом сезоне? Задолженность управляющей компанией перед ЗАО «Вологда Газпром Энерго» – это теплоснабжающая организация, ресурсно-снабжающая организация или жизнеснабжающая организация, как они сами себя позиционируют, достаточно большие, порядка 450 миллионов. Вообще, по предыдущим периодам, если сравнивать, то каждый год примерно такую сумму накапливали долгов за отопительный сезон, и эту задолженность урегулировали в течение летнего периода. Но нужно понимать, что с переходом на обслуживание «Вологда Газпром Энерго» управляющие компании еще не в полном объеме рассчитались и с теплоэнергией, с муниципальным предприятием, которое ранее обслуживало. То есть два долга есть. Понимание того, что взыскание в полном объеме задолженности с отдельных управляющих компаний в летний период может привести к их резкому ухудшению финансового положения, к серьезным проблемам. Но и самое главное, что нас волнует, к срыву графика подготовки к новому отопительному сезону. Поэтому мы буквально с 26 мая взяли на контроль подготовку по каждому дому, закрепленному за каждой управляющей компанией. Такой сетевой график выполнения работы, который мы еженедельно будем публиковать в средствах массовой информации. И помимо нашего внутреннего контроля, эту информацию будем доводить до жителей. — Давайте поговорим о непосредственных формах управления. Очень много пишут, говорят со всех источников в последнее время. Не совсем понятно для собственников квартир, что это такое, с чем они свяжутся, что ожидать, куда бежать, с кем заключать договор. — Я постараюсь некую систему сформировать. Вообще существует три формы управления. И все они в Череповце представлены в том или ином виде. Когда домом управляет товарищество собственников, это ТСЖ. Второй вид — это когда управляющая компания берет на себя эту функцию. И таких домов больше всего. И третья форма, если укрупненно рассматривать, это непосредственная форма управления, когда жильцы сами управляют с жилым фондом, а управляющая компания уже выполняет роль посредника, то есть нанимателя, который выполняет определенные регламентные работы по договору, договору подряда с заключенным собственником с управляющей компанией. Все три эти формы, они законные и равноправно существуют. У каждой формы, в зависимости от уровня развития нанимателей, есть преимущества, недостатки. Почему очень активно начала развиваться форма непосредственного управления? В той ситуации, в которой мы находимся, есть очень серьезные плюсы. Какие? Первое. То, с чего вы начали? Долги управляющей компании перед ресурсно-снабжающими организациями. Причем они не стыкуются между собой. Долги населения управляющим компанией, долги управляющих компанией ресурсно-снабжающими организациями. То есть, если бы это были не платежи населения, тогда бы было понятно. И ресурсно-снабжающие организации говорят, так вы отдайте нам эти долги населению. Если население вам не заплатило, по договору цессии переуступите, мы уже будем работать с населением, а вы, соответственно, разбирайтесь со своими платежами. Управляющая компания в большей или меньшей степени пользуется этими оборотными средствами, отвлекая их из оборота уже ресурсно-снабжающих организаций. В период подготовки, к тому же к отопительному сезону или водоканал очень серьезно готовят сети к зимнему сезону, и газовики точно так же готовятся, и энергетики, у всех свои регламентные работы, которые необходимо проводить в летний и осенний период. Этих ресурсов катастрофически не хватает. Задача номер один – исключить управляющие компании из схемы расчетов, дав возможность напрямую осуществлять платежи ресурсника. И процент сбора по Череповцу достаточно высокий. Но ведь управляющие компании говорят, а вот не платят, вот у нас долги от собственных... Вот я как раз об этом и говорю, то есть по порядку, чтобы аргументацию рассматривать, процент сбора достаточно большой, порядка 97%. И как только те дома, которые перешли на прямые расчеты, начали осуществлять платежи ресурсника, мы увидели реальную картину расчетов населения. Могу привести пример. По водоканалу за три месяца расчетов тех домов, которые перешли на непосредственную форму управления, долги сократились на 35%. Просроченные долги. Это очень хороший показатель, на который мы даже не рассчитывали. Аргумент второй. Управляющие компании должны заниматься непосредственным обслуживанием жилого фонда. То, для чего заключается договор, тот функционал, который должен выполняться, уборка, содержание, обслуживание и так далее, то, что предусмотрено договором, должно не только выполняться, но и контролироваться. То есть должен быть эффективный механизм контроля непосредственной формы договора управления и договор, который при этом заключается, как раз такую возможность дать. Вот акт выполненных работ, вот денежные средства за выполненную работу. Если не устраивает та или иная управляющая компания, по каким-то критериям, есть возможность выбора управляющей компании. Вот такая ситуация. Допустим, есть же у нас дома неблагополучные. Не будем никого обижать. Есть определенные адреса, и вы их хорошо знаете. Достаточно много должников. Что будет в преддверии отопительного сезона, когда, допустим, этот дом переходит на непосредственную форму управления? Тепло не поступит? Ресурсы не поступят туда? С должниками надо работать. Безусловно, жилой фонд будет подключен своевременно, и отопление поступит во все дома одновременно, независимо от того, есть долги, нет задолженности по расчетам. Здесь не может быть никакой речи о каких-либо формах воздействия. Пока не рассчитаетесь, не подключим тепло. Это вот в прошлом году на уровне уже управляющих компаний, жильцов в некоторых домах, когда теплоноситель уже поступил в систему, они просто-напросто не подавали тепло. Открыто шантажируя определенных должников, что рассчитайтесь. Жильцам другим говорят, что вы-то рассчитываетесь, но вы страдаете, потому что вот такие-то, такие-то не рассчитались. Идите, разберитесь. Незаконные формы, вообще есть законные формы работы с должниками, они достаточно эффективны. И вот какой механизм? Не платит человек, предъявляется требование, не рассчитывается, обращение в суд, исполнительный лист, взыскание. Тех людей, которые бы не имели доходов, имущества, с которого можно было бы взыскивать денежные средства на погашение, в том числе коммунальных платежей, в городе практически нет. У всех те или иные доходные источники или форма для принудительного взыскания через исполнительное производство существует. Да, не всегда эти механизмы работают, к сожалению, эффективно. Ну вот каждую неделю я лично провожу рабочую комиссию по взысканию платежей, там три составляющие. Налоги, административные штрафы, платежи в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И все вот эти узкие места разбираем и пытаемся найти оптимальные механизмы взыскания платежей. Потому что по всем этим трем направлениям результат работы очень важен для экономики города, для социальной сферы, для жилищно-коммунального хозяйства. Потому что не поступая денежные средства, значит, рано или поздно вопрос возникает о возможности оказания той или иной услуги. И в сфере жилищно-коммунального хозяйства не надо усложнять не такие глобальные проблемы в расчетах населения и ресурсников, управляющих компаний. И это, кстати, вот еще один аргумент в пользу применения на отдельных домах непосредственной формы управления. Когда кто-то не платит, образуется задолженность, и управляющая компания перераспределяет неплатежи между теми добросовестными людьми, которые своевременно рассчитываются. Консолидированных платежей жильцы не видят, куда ушли деньги, за какие долги, за какой период. Мы вроде бы платили за одно, а фактически платежи ушли за другое. Задают вопросы по поводу удобства, формы расчетов. Ответы на эти вопросы также есть. Ресурсно-снабжающая организация ориентирована на то, чтобы через единый расчетный центр водоканала выставлялась единая квитанция, единый платежный документ, где бы отражались как начисления, так и картина платежей по предыдущим периодам. То есть задолженность, за какие периоды задолженность, структура расчетов, начисления ЕДП, чтобы все было в едином документе. Чтобы не приходилось обращаться в различные расчетные центры. Это и оптимизация механизмов расчетных, взаимоотношения с клиентами, единый колл-центр, единый сервисный центр по обслуживанию. И такие центры по приему документов, оформлению документов открылись во всех частях города. И если их будет не хватать для качественного сервисного обслуживания, будут вводиться дополнительные сервисные центры. Это понятно. Сервис – ключевой критерий обслуживания населения. И здесь с недостатками мириться не надо. Соответственно, и к ресурсно снабжающим организациям высокие требования по обслуживанию населения. И мы, со своей стороны, готовы помогать, если какие-то помещения необходимы дополнительные, или информационная работа, или работа с населением, лишних, ненужных элементов здесь нет. Но вот правильность начисления, своевременность предоставления документов, своевременность расчетов, контроль за расчетами, своевременность зачисления денежных средств, полнота оказания услуг – это очень важные элементы в системе расчетов и обслуживания. Ну, все чаще люди как-то посредством интернета сейчас общаются, скажем, с такими поспособными организациями. Возможно ли передавать это все, опять же, также на сайт какие-то данные, чтобы никуда не ходить, не стоять? Эти сервисы развиваются, но нужно понимать, что далеко не все готовы использовать интернет-ресурсы для передачи данных. Это определенная группа людей, которые эти технологии уже освоили, ну и замечательно. Этот процент с каждым годом будет увеличиваться, эту тенденцию мы прекрасно понимаем. Ну, такой вариант тоже есть. Такой вариант тоже есть. И по расчетам еще тоже задают вопрос, вот, а как рассчитываться? Да, как рассчитывались, так и можно рассчитываться. Система расчетов сохраняется прежняя. То есть в любом отделении банка можно платежи проводить. Там, где человеку удобно это. Хорошо. Завтра, кстати, у нас будет спецрепортаж «5 минута важного» в 19.25 на нашем канале. Пожалуйста, посмотрите, тему ЖКХ, там мы продолжим. Управляющие компании попытались, ну, где-то в феврале-марте этого года, форсировано перевести отдельные дома на непосредственную форму управления и наломали дров. Вот я откровенно об этом говорю. Что сделали? Оформление документов. Договоры, к сожалению, не включали те пункты обязательно. Или какие-то пункты носили упрощенный характер. Не была проведена своевременная информационно-разительная работа с населением. То есть вот три важнейших ошибки были допущены. Сейчас с руководителями всех управляющих компаний мы говорим, что вот пытаться забежать вперед можно, но это потребует больших усилий в последующем на исправление этих ошибок. Поэтому вот эти три пункта не должны вызывать никакого беспокойства у населения. Объяснили вначале, показали, дали возможность ознакомиться с договором, провели собрание, приняли решение, оформили все грамотно только после этого. Но ведь для многих собственников жилья подобные договоры они в первый раз видят и не с чем сравнивать. Вот где можно, скажем, получить какую-то консультацию? Там, не знаю, ЖКХ у нас, департамент может, допустим, посмотреть договор конкретно управляющей компанией, сказать там собственнику, да? Вы можете спокойно его подписать? Мы специальную структуру создали, службу жилищного просвещения, которая именно этим и занимается. Рассказывает, объясняет, информирует население. В средствах массовой информации размещаем эту информацию. Если что-то конкретно необходимо объяснить, показать, рассказать, можно обращаться, и специалисты не откажут в помощи. Для нас очень важно разобраться в вопросе ЖКХ. Я всех наших специалистов, мэрии и СМИ ориентирую на то, что вы дайте людям всю информацию, расскажите, что происходит, как происходит, почему. Потому что недостаток информации порождает определенные искажения, домыслы, еще что-то. А чего скрывать-то? Нужно рассказать, показать, что, как работает, какие механизмы они работают, почему. Можно даже сравнительный анализ сделать, какие выбранные формы управления домами, насколько эффективно, во что они за период своей деятельности трансформировались, какие сложности возникают. Информационная работа очень важна, и важна на всех этапах. Не только на первоначальном переходе, но и информационное сопровождение обязательно. А вот недавно состоялся брифинг с участием управляющих компаний. Как вы считаете, они готовы, их специалисты готовы это объяснять? Потому что, я думаю, что большое количество людей придет в свою управляющую компанию, в ЦЖ, и скажет, объясните, а зачем это? Убедите меня, что мы должны так проголосовать. К сожалению, не всегда. Очень часто общаются на уровне техников, мастеров, отдельных специалистов. И адекватных ответов, тем более разъяснения, люди не получают. Говорят, что-то там буркнули, я не понял. Но как человек будет принимать решение, если он не понимает? То есть, он не понимает, как им будут оказываться услуги, кто будет на основании чего, с кого спросить. Как меняется стоимость этих услуг, форма договора. Уж если вы заключаете договор на обслуживание, будьте добры, объясните вашему потенциальному клиенту условия договора. Все другие формы подхода порождают сомнения. И вполне обоснованные сомнения. Зачем там что-то быстро делают? Почему подписи как-то неправильно собирают? Почему нарушается процедура голосования? Почему протоколы как-то так оформляются без объяснения? Подписи собираются быстро. Аргументация какая-то странная применяется при сборе подписей. Эти все вопросы требуют разъяснения информационной работы. Не только на уровне города, но и конкретно управляющей компанией и конкретных специалистов, которые работают в непосредственном контакте с населением. Насколько я понимаю, принять решение должно собрание собственников о переходе на непосредственную форму управления. Инициативу проведения этого собрания кто должен? Управляющая компания все-таки? Или как-то жильцы? Потому что слабо верю, что в большом многоквартирном доме сейчас все побегут и начнут как-то менять форму. Инициативные группы жильцов инициируют проведение собраний и управляющие компании. То есть по-разному? По-разному. Хорошо. Нужно ли людям потом, после того, как будет принято, допустим, это решение, куда-то бежать, заключать с кем-то договор, ждать каких-то новых счетов? Бежать никуда не надо. Эта работа должна носить как минимум спокойный, продуманный, плановый характер. И если где-то что-то происходит в пожарном порядке, в таком спешном, то, как правило, возникают определенные ошибки. Ничего не сгорело и никуда бежать не надо. То есть есть возможность спокойно посмотреть документы, разобраться, встретиться, задать необходимые вопросы, получить на них ответы. И только в этом случае принимать взвешенное решение. Ну что ж, спасибо большое, Юрий Александрович. Наше время подошло к концу. Тему ЖКХ сегодня мы... То есть мы фактически только тему ЖКХ и разберем. Да, ну что ж, тема эта бесконечная. Я думаю, что даже ни одного эфира. И я думаю, что еще в течение лета, наверное, много будет возникать вопросов. В том числе и по непосредственной форме управления. Напоминаю, это была программа от первого лица. В нашей студии был мэр города Череповца Юрий Кузин. Спасибо большое. Спасибо большое. Отпрощаюсь с вами и с вами до следующей недели. Всего самого доброго. До встречи.